Лето подходит к концу И фейсбук по-тульски Пока из этого мало что получается Но для сегодняшнего выпуска удалось найти целых три темы Поэтому пока мы не начали Прошу вас присылать все смешные новости про Тулу мне на почту Сейчас монтажер сделает красиво И она появится на ваших экранах Вот на этот адрес Прошу присылайте свои твиты Пожелания, пометки, заметки, какие-то рассказы А также ссылки на новости новостных агентств Которые привлекли и заинтересовали вас Ну а теперь хочу объявить торжественное открытие шоу на умости И мы начинаем Газета «Молодой коммунар» публикует страшные фото И пишет не менее страшный текст 9 августа в 22.59 на 9-м километре автодороги Толу-Бугучарова В Ленинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие Водитель легкового автомобиля Ниссан Сани не справился с управлением В результате чего совершил наезд на препятствие Опору моста Тут, конечно, хотелось бы пошутить, что я, собственно, и сделаю Вариантов всего два Либо фокус не получился, потому что кто-то глаза не закрыл Как в том анекдоте про «Форд фокус и дерево» Либо человек очень спешил уехать из Тула Видимо, сильно манили его огни столицы Далекие, но очень яркие Вот и ослепили И не разглядел И врезался прямо в красные ворота Не справившись с управлением Как пишет газета «Молодой коммунар» в ДТП Пострадали три человека 21-летний водитель автомобиля И два его, еще не опознанных пассажира Всех их с легкими ушибами Доставили в Ванакинскую больницу Так что обошлось без жертв И то, слава богу А подержанные на марке все-таки лучше не покупать Да и скоростной режим соблюдать хорошо и приятно Тем более, сами красные ворота достаточно узкие Видите на картинке, даже пазик влезает с трудом А тут ночь, большая скорость Эх, водятлы на дорогах Хорошо, что хоть не 18-летний юнец На автотазе за 50 тысяч А взрослый, шутка ли, 21 год Мужик на подержанном Ниссане Или просто он ехал в мост и орал НИСАДЬ! А может и нет А мы идем дальше Рубрика «Шутка-минутка» Газета «Слобода» Евгений Авилов дал указание Убраться на улицах, где была произведена замена бордюров Ничего не напоминает? Помните, в детстве покушал, тарелку в раковине оставил Или прямо на столе столовой А ведь надо было помыть, но лень И приходит мама или папа и говорят Иди мой за собой посуду Хотя ситуация понятна Ты знаешь, что должен был помыть тарелку, но не смог Вот и в этой ситуации Авилов играет роль заботливого отца И на очередной планерке с подрядчиками Просят навести порядок на всех улицах Где проводились работы по замене бортового камня А вроде солидный у нас такой город-герой А все как дети Бежим дальше Мороз и солнце – день чудесный Асфальт и дождь – проект уместный Именно так, видимо, решили подрядчики Которые выиграли все тендеры на строительство трасс, магистрали А также укладку асфальта в наших дворах На минувшей неделе в Тульском Твиттере появились несколько фотографий Доказательств беспредела Допустим, на этой фотографии видно замечательный свежий асфальт и дождь Либо у нас проблема Вседорожные рабочие по гороскопу у рыбы И очень любят плескаться в воде вместе с асфальтом Купленные на деньги налогоплательщиков То есть нас с вами Вот еще фотография на сайте Слободы Видимо, ребята поняли, что тема благородная И можно ее как новость подать Интересно? Где-то у меня тут еще фоточки были Ну да ладно, это не столь важно Короче, прошу вас искренне и ответственно Идете в дождь мимо гостей южных стран Которые сыпят щебень под дождем и ремонтируют асфальт Не бойтесь, даже если у вас нет машины Подойдите, возьмите за ручку, загляните в глаза И скажите Ну то бишь, не надо класть асфальт в дождь, пожалуйста Разрешаю даже разок ударить лопатой Если не услышит С вами был Максим Наумов и шоу Наумости Самые тупые новости Тулы и области Подписывайтесь на ютуб канал Читайте меня в твиттере Смотрите фотки в моем инстаграме Ну и конечно, вступайте в паблик Наумости и Вконтакте А напоследок скажу Non dispondo predo asfalto sotto la pioggia Это просьба не класть асфальт в воду на итальянском языке Удачной неделе, пока!